22 троллейбуса из Санкт-Петербурга – очередной шаг к обновлению автопарка общественного транспорта. На улице Рязани эта партия выйдет уже совсем скоро. Им нужна небольшая косметика, после которой троллейбусы будут приведены к единому стилю. Губернатор на этом настоял, и, по словам Павла Молкова, на их бортах теперь не будет рекламы. От нее власти отказались полностью. Вся партия соответствует транспортной безопасности, во всех оборудованы информационные табло, установлены системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения. Сейчас они приводятся в порядок, приводятся к единому бренду, потому что я считаю, что это тоже строго обязательно. Не просто разномастная техника, а единый стиль, который сразу прибавляет какого-то комфорта на улицах, связанности. В целом придает дополнительные черты лицу нашего города. Поэтому они сейчас все приводятся в порядок, все оформляются в соответствии с единым брендом и в ближайшее время выйдут на улицы. Плюс у нас сейчас приобретается дополнительно 5 новых троллейбусов и приобретаются большие автобусы. Поэтому, как и обещали, продолжается такая масштабная реформа общественного транспорта. И в ближайшие несколько месяцев мы увидим еще большое количество новых машин на улицах. Вот я сам езжу по улицам и каждый раз, когда вижу старый троллейбус, это вот прямо сердце переворачивается. Конечно, хочется, чтобы все они с улицы уже наконец ушли. И мы такой вот представили современный облик города, по крайней мере в общественном транспорте точно. Первые 10 машин выйдут на линии в самое ближайшее время, остальные в течение ноября. С учетом запросов жителей, троллейбусы будут обслуживать маршруты номер 1, 3, 5, 9, 10 и 16.